Приветствую уважаемые подписчики на нашем канале. Мы находимся опять в Чернобыле, май месяц, сегодня 11 число 2021 года. Буквально сейчас мы пообщались с одним из жителей города Чернобыля и он нам рассказал интересный момент и я буду показывать вам и комментировать именно вот это место где мы находимся. Итак мой давно знакомый товарищ, который еще свою бытность работал на Чернобыльской станции, ушел на пенсию, постоянно проживая в Чернобыле. Вот мы с ним встретились, ну и стали интересоваться, так вокруг себя посмотрели, что это за здание и сооружение находится. И он нам с удовольствием рассказал. Мы находимся недалеко от речки Припять, буквально на побережье. И вот здесь в довоенное время, в дореволюционное время, по-моему даже так он сказал, находилась баня. Она была и в войну, то есть период когда здесь были немцы в сорок третьем году, осенью мы знаем из истории Дворада, были попытки когда немцы отбивали Чернобыль, затем возвращалась опять Красная Армия отбивала. И вот за этот период здесь постоянно была баня. Вы представляете на меня упала вот эта вот часть крыши, посмотрите, как это я так неаккуратно прошел. Ладно, пыль сейчас осела, продолжаем дальше. Экстрим. Итак, вот здесь вот у нас котельная написана. Здесь была котельная, вот кафель здесь везде. То есть это вот здание бани городской. Так вот, здесь мылись немцы, потом когда немца выгнали Чернобыля. Вон круг какой интересный. Здесь советская армия свой банно-прачечный комбинат открыла. Но это еще не все. Вот видите, вот такие вот типа камеры интересные. То есть мы сейчас представляем это как баня общественная была. Вот такие камеры были здесь вот, как их называли, типа кабинки. Кабинки. Здесь кое-где темно, но я постараюсь пройти. Вот кафель здесь. Это окошко здесь. Что у нас было написано? Ага, здесь категория ответственное помещение 24. 25-е. Вот. Ну, вы слышите, в моем лексиконе прозвучала камера. Так вот, что интересно. Вот здесь вот душевые были, вытяжки. Это была, по всей видимости, может быть, раздевалка. Ну вот, посмотрите, какой интересный потолок. Это было, наверное, да, это был общий зал. Вот смотрите, как это напоминает. Горячая, холодная вода. Вот. Здесь батареи были. Здесь вот подводилось. Это, видимо, отопление было. Ну и подвод воды. Здесь выход был в какое-то помещение полностью завалено. Вот. Такая вот колонна стоит. Так вот, что интересного какая-то есть у нас здесь информация. Что здесь написано? Жалко, не могу я свет дать. Нет у меня возможности. Инструкция. Какая инструкция? Как датировано? 1977 год. Эх, снять ее можно. Отлично. Вот я снимаю эту инструкцию, потом на место все эти дела повесим. Так. Так. Наша общественная баня. Так. Ага. Макошка. Ох, ты, знаете, тут проблемно найти. Так. Сейчас мы сфокусируем. Инструкция номер 4. Значит, у нас она утверждена. Главный инженер завода. Борисенко. 1977 год. Попс. Соблюдение мер пожарной безопасности. В цехе таком-то. То есть, здесь еще какой-то и цех находился. На случай возникновения пожара. Зам главного инженера. То есть, видите, тут еще и все время выплывает, что здесь какой-то цех находился. Поэтому здесь вот категория. Ну, информация есть. Мы ее до вас доводим. Насколько она, эх, уже сломалась эта самая, на которой она висела. Ладно, поставим ее здесь. Так что вот военный период, довоенный период, военный период. Вот. И послевоенный период здесь находилась общественная баня. Работала она в четверг, как там рассказали, пятница, суббота, воскресенье. В четверг мылись представители, значит, ремесельного училища. А пятница, суббота, воскресенье мылись горожане города Чернобыля. Кроме того, в этом здании еще дореволюционный период находилась пересылочная тюрьма. Вот эти вот так называемые камеры, которые мы видим лево-право, свидетельствуют о том, что здесь была камера, здесь находились осужденные. Мы спросили, а каким образом, как, чего? А раньше же, говорит, баржи ходили. И осужденных это был, в общем-то, дешевый способ доставки грузов осужденных. И вот они с севера Белоруссии, Мозырь, там другие города белорусские, украинские. Их сплавляли вот на баржах суда. Они останавливались здесь, здесь их кормили, выполняли какие-то временные работы. Потом шла рассылка, их распределяли. И они дальше спускались по Припяти в Днепр и дальше там по пунктам назначения. Так что вот такое вот уникальное здание. Мы тут неоднократно внутри-то не были, реально проходили. А это только вот сегодня стала история для нас известная. Поэтому здесь была баня в период дореволюционный. Вот ставить, в период дореволюционный здесь была тюрьма пересылочная. После революции здесь была баня. В войну здесь была баня. И после войны тоже какой-то период была общественная баня. Так что вот такая информация. Может быть немножко спонтанно, еще не переварил всю эту информацию в голове. Ну, решили сразу по горячему, куда мы тут рядышком находимся, до вас довезти. Всего доброго!